Привет! Вы на канале про продукт. Как хранить сливки дома? Сливки – быстро портящийся молочный продукт, обладающий массой полезных свойств. Им часто находится применение в кулинарии не только для приготовления десертов и сладких кремов, но и в процессе создания соусов или густых крем-супов. Как хранить сливки правильно, чтобы не испортить продукт раньше времени, знает не каждая хозяйка, ведь они требуют бережного обращения. Неправильное хранение может привести к тому, что сливочки не взобьются или потеряют свои первоначальные вкусовые качества. Выбор продукта. Как правило, на стол сливки попадают с витрины магазина либо приобретаются на рынке. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Магазинная продукция, как правило, бывает двух видов – пастеризованный и стерилизованный. Важно учитывать, что каждый из них имеет свой срок годности. Так, пастеризованные сливочки можно хранить не более 3-4 дней, при этом размещать их следует в самом холодном месте холодильника, поближе к морозильной камере. Стерилизованные сливки теряют практически все свои полезные свойства за счет обработки, но при этом приобретают длительный срок хранения. Их можно хранить до 6 месяцев. Поэтому, выбирая продукт, в магазине нужно обращать на это внимание и уточнить, когда именно истекает срок хранения конкретной упаковки. Кроме этого, следует уделить внимание целостности последней. Нарушение упаковки повлечет за собой попадание воздуха и вредоносных бактерий. А в молочной продукции они чувствуют себя особенно комфортно. Сливочки, которые продают на рынке, требуют особого внимания. Употребить их в пищу следует в течение суток после приобретения, а хранить исключительно в холодильнике. Внешне сливки должны иметь белый или слегка кремовый оттенок и ни в коем случае не содержать хлопьев или жировых комочков. Вкус сливок не должен быть горьким, в противном случае этот продукт уже испорчен. Хранение в зависимости от обработки. Сливки имеют более густой состав и высокую жирность в сравнении с молоком. Натуральный продукт получают путем сепарирования молока. В этом случае молоко пропускают через сепаратор и получают на выходе сливки и обратно. Полученный продукт самый что ни на есть натуральный и имеет очень короткие сроки хранения. Свежие сливочки хранятся не более трех суток, при этом следует соблюдать условия. Чем холоднее будет место, в котором они располагаются, тем дольше получится сохранить покупку. Совет. Если возможности хранить сливки в холодильнике нет, то нужно перелить продукт в стеклянную банку и поставить в емкость с холодной водой саму банку накрыть марлей, концы которой опускают в воду. Так сливочки простоят без холодильника, но не дольше суток. Пастеризованные сливочки, принесенные из магазина, хранятся немного дольше, от 4-7 дней. Но стоит помнить, что эти условия касаются целой упаковки. Открытые сливки не стоит хранить дольше двух дней. Стерилизованный продукт имеет длительный срок хранения и часто не требует холодильника, но это распространяется только на упакованную тару. Сколько можно хранить распакованную молочную продукцию? Все так же, хранить дольше 2-3 дней нежелательно. Поэтому производители фасуют стерилизованные сливочки порционно, чтобы хозяйка покупала нужный объем и складировала их там, где ей удобно. Хранить взбитые сливки с сахаром можно, поместив их в сито и поставив на тарелку. Это необходимо для того, чтобы они не осели в выделяющуюся жидкость. При этом верх сита нужно упаковать пленкой. Вообще, хранить такую продукцию долго не советуют, лучше сразу применить их в крем для десерта или выпечки. Способы долго хранить продукт. Сливки хранятся ограниченный промежуток времени. Возможно ли сохранить их дольше? Есть один вариант, но подойдет он больше для любителей выпить ароматного кофе со сливками. Для начала взбейте сливки. Взбиваемые миксером сливочки приобретают особую консистенцию и особую пышность, для большего эффекта нужно добавить сахар. Затем сливочки нужно разложить на пергамент порциями и поместить в морозилку для замерзания. После того, как порции хорошо промерзнутых, следует отделить от бумаги и переложить в пакет или контейнер и убрать обратно. Затем можно доставать порции и добавлять в свежеприготовленный кофе. Таким способом получаются порции длительного хранения их более натуральных сливочек.